Если им нужна информация, я им даю информацию. Если вы нужны информацию, но я не могу так. Я пойду в кухню, они очень busy. В деревне живет 300 человек. На улицах старики и дети. Отсюда, если выезжают, то навсегда. Молодежь выбирает большие города. Эти пожилые люди – последние старобрядцы. Ефимий Богданов и его мама, вот с той стороны тетка Вера похоронены, Василий Бодунов. А здесь мама моя похоронена, Мария Демьяна Киселева. Не считают себя ни американцами, ни русскими. Они бежали от Сталина более полувека назад и еще не успели сдружиться с англоговорящими. Мы отменные в бородах, русские рубашки носим, праздники сохраняем. Вот как на рыбалке там маленечко у нас. Всегда конфликт такой есть, что русские маленечко рыбовывают поагрессивнее, чем другие. Рыболовство – существенная статья дохода в деревне с поправкой. Староверы рыбачат для себя, а денежную прибыль им приносят продажи катеров – самодельных. Не такие красивые, как американские, зато прочные. Староверы не оглядываются на моду, не подаются влиянию времени. Служба на старославянском. Только вот Евангелие пришлось перевести на английский. Пока еще живы дедушка, бабушка будут говорить. Это уже поколение, ладно, а уже следующее поколение – все, они перешли на английский. Они недопонимают. Я русская, но я говорю своим пасынкам, что по-английски, потому что они меня тогда поймут. В получасе деревни Староверов, по главному шоссе Аляски, еще одно русское поселение – Нинильчик. Поселок Нинильчик, 200 жителей. Для местных американцев самое русское место. Сюда и привозят туристов. Здесь можно найти несколько домов в стародеревенском стиле.